здравствуйте с вами канал деревенской жизни на хуторе дневник казачки сейчас октябрь месяце стало холодно вот я хочу вам показать как у нас устроено отопление за то время как там подвели газ мы поменяли три котла сейчас мы посмотрим на сейчас мы посмотрим на первый наш котел самодельный нам только подвели газ он сначала нас мы топили его дровами вот а потом стали подключили к нему газ он просто муж воткнул туда горелку вот и мы топили газом вот он на заслуженном отдыхе лежит короче говоря он на боку тяжелый его поднимать не буду перед ним была еще плита вообще так ничего не видно сейчас попробуем уж подниму вот он он сделан из старого газового баллона здесь как я поняла была вода отсюда она выходила по трубам это это выхлопная труба дымовая вот здесь краны все вот здесь вот была горелка здесь была дверца там было поддувало вот а здесь еще вот здесь была такая плита железная то есть из кирпичей была выложена вот такая топка вот здесь и сверху лежала такая чугунная плита вот мы в нее пихали дрова когда котел был на дровах прям такие большие отрезки досок мы вот и так отапливались это было то наш такой паровое отопление когда подвели газ вот мы всунули туда значит вот эту вот горелку газовую вот потом время пришло и мы поменяли его на украинский котел от я сейчас пойду покажу вот кому интересно это наши базы вот он стоит этот котел вот от м житомир у него импортная горелка мы его поменяли в прошлом году это только потому что когда мы его подсоединяли подсоединили неправильно и вот здесь вот по стенке затекала вода то есть мы трубы отопления приварили вот и была там утечка и вот эта утечка она попадала вот между изоляцией котла вот и он проржавел начал течь иначе никогда в жизни мы его не поменяли мне он очень нравился вот как он выглядит он маленький такой узенький весь беленький хороший он полуавтомат регулируется он вот таким вот выключателем вот никакого электричества здесь нет мы такое выбирали потому что у нас в деревне как я уже неоднократно говорила электричество гаснет очень часто вот и в очередной раз когда она погасит мы рискуем остаться без затопления без горячей воды ну и вот и после того как котел у нас прогорел мы поехали искать новый ну и вот когда мы поехали за котлом мы хотели купить точно такой же как у нас и был вот этот украинский отем у нас был на двадцать с половиной киловатт на 125 метров общей площади вот вот этот котел который я показывал он был двухконтурный вот мы не захотели значит делать проект на газовую колонку в общем вот купили этот двухконтурный котел прослужил у нас четыре года пока вот это не прогорел но это опять же по нашей вине в то время когда мы его покупали 23000 и вот в прошлом году когда значит мы лишились вот этого нашего любимого котла вот мы поехали искать в наш районный центр новый котел у нас там есть фирменный магазин вот этот по отоплению там конечно стоят импортные котлы и за восемьдесят тысяч и за сколько только не стоят мне вот за восемьдесят тысяч котел никак вообще не нужен на стены тоже не нужен вот мы искали вот такой как бы бюджетный вариант мы нашли вот этот отем он стоил 24 тысячи но он был одноконтурный ну и все мы конечно расстроились подумали что нам приехал придется ехать в город за таким самым котлом мы поехали дальше в другой магазин а в другом магазине мы нашли котел представляете газовый котел тоже двухконтурный но производство наш таганрог он стоил 12 с чем-то тысяч вообще для котлов это не цена это вообще за бесценок ну и мы короче говоря конечно сразу же купили в расчете на то что фиг с ним ну пусть он хотя бы зиму проработает за 12 тысяч а если нам не понравится мы поменяем его просто на более лучший вот сейчас я покажу вот этот вот таганрогский котел тут был у нас житомир вот этот тотем он был на 12,5 киловатт а таганрогский на 12 киловатт вот он не так конечно аккуратно сделан как тот но он тоже маленький и вот мы его проэксплуатировали всю зиму предыдущую вообще морозов таких особо не было но я хочу сказать что он даже получился на он более экономный чем вот этот тотем но я говорю сравнивать как бы не очень хорошо потому что морозов на самом деле не было зима была теплая единственное что вот в этих двухконтурных котлах не очень хорошо он же как бы нагревает трубы отопления и нагревает воду допустим в ванну или в кухню вот и чтобы напустить горячую воду в ванну чтобы помыться там напор приходится воды делать маленький то есть он не успевает прогревать либо его мощнее нужно взять либо как-то ну я не знаю по другому выходить из положения у нас семейство большое в принципе все равно купаемся даже с маленьким напором воды ну как бы никуда не торопимся все равно купаемся то есть он свою функцию выполняет некоторые боятся брать двухконтурные котлы я не знаю мне они очень нравятся вот он этот котел так что я могу сказать мы сразу когда делали мы вот эту трубу дымовую выхлопную так сказать ну не выхлопную а это вот где газа выходит вывели в доме чтобы не терялось тепло вот выложили внутри котельной с тем чтобы он нам это самое тепло немножко отдавал вообще теплый зимой вот так можно постоять погреться прям совсем теплый и вот когда мы поменяли вот котел вот он таганрогский котел покажи себе лучше называется говорю еще раз он стоил 12 с лишним тысяч вот он немножко пошире чем тот был и покороче сделал он вот как ну вот здесь где вот сам этот змеевик идет где вода нагревается видите тут вот это вот ну это пленка утепляющая вот на вроде как неаккуратно смотрится по сравнению с тем котлом а так все то же самое то же самое вот это зажигалка она импортная вот она автоматически гасится если это самое гаснет газ ну то есть тоже здесь никакой автоматики здесь полуавтомат вот он нас будет служить вторую зиму теперь так это у нас котельная мы здесь сделали отопление но я буду мужчин понимают здесь разводка труб у нас идет вот эта труба идет на улицу теплая вода чтоб к скотину поить зимой ну это понятно это расширительный бак здесь у нас эти облепиховое масло сушится так вот я еще хочу показать значит это самое на трубах отопления мы сделали принудительную циркуляцию вот и спрятали ее вот под этот подоконник потому что то людей конечно хорошо у людей вот хорошо у кого ну как в отдельной комнату под котельную там вот эта вся техника стоит и насосные станции вот эти газовые котлы но у нас как бы тут и в котельной тут и раком умываемся и ванную стоит стиральная машина вот и у нас все как бы вся разводка вот здесь вот и мы спрятали вот так под окном закрыли пластиковые панели панели убираю сверху сверху открывай вот эту да вот ведь мы делали под тот котел он был здесь по лужи она ничего не мешалось вот эти пластиковые панели полностью закрывался вот когда поломался нам конечно так теперь приходится делать вот он стоит вот этот насосик вот стоит он по моему около двух тысяч короче смотрите он вваян в нижнюю трубу отопления вот и вот здесь вот кран его перекрывать можно он и так перекрыт вот когда нужно вам принудительную циркуляцию делать вот вы его включаете в розетку и он гоняет вон при принудительно то есть нагретая вода меня показаны то есть нагретая вода вот она это самое она быстрее по трубам циркулирует и быстрее дом прогревается и вот я хочу сказать когда у нас гасит электричество этот насос не работает вот сразу но а так вот и есть уклон в этих труб что вода циркулировала сама но когда он не работает сразу трубы очень быстро остывает все равно и не успевает нагреваться вода не успевает гонять по трубам вот работает он совершенно бесшумно вот этот насосик включить он не работал на включен дай мне причем вот слышите это вот на полный вон пошел трубы гонять, это самое, воду гонять в трубах. Да не надо на полную, сейчас жарко. Вот. На один поставить? Да, на один ставь. И все, он работает совершенно бесшумно. Меня покажи. Здесь на первую скорость. Да. Вот. И он дает экономию газом наверное, процентов 25, это точно. Вот, потому что, когда мы его установили, нам тоже кто-то посоветовал. И вот, это самое. Ну, он дает ощутимую экономию. Прям, знаете, хорошая такая вещь. Мы теперь всем его советуем. Вот как нам посоветовали, так и всем советуем. Если вдруг он у нас, не дай бог, сгорит, мы тут же пойдем и купим другой. Потому что без него, конечно, у нас совсем плохо. Ну и все, что-то еще сказать про отопление. В принципе, все понятно. Мужчина не знает, что вот это вот там надо трубы, разводку делать. У нас никаких вот этих современных батарей нет. У нас просто круглые трубы. Я думаю, что мы менять их так и не будем. Меня, в принципе, устраивает. Вот. И еще вот под полом у нас вот здесь, под полом котельной стоит насосная станция, которая, значит, подает в дом воду. Вот. Мы замывали ее тоже после того, как уже здесь вся котельная была сделана. К нам приезжали вот эти люди, фирмы, которая замывает. Стоило это 6 тысяч. Вот. И они прямо вот здесь под полом. Сняли пол, и они так очень аккуратно замыли нам прямо в скважину туда, установили станцию. Вот. Бывает, когда станция либо засоряется, либо это самое давление в ней уменьшается. Кстати, да, за вот 6 лет эта водяная станция у нас уже вторая. Фирма Джамба мы покупаем. Вот. Нас стоит что-то в районе 5, там, по-моему, тысяч. Вот. И нам приходится вскрывать полы, поднимать линолеум, вскрывать полы. Поэтому доски у нас там полох на шурупах, они на гвоздях, чтобы можно было залезть туда и что-то как-то подрегулировать. Ну, таким образом у нас работают котлы, работают отопления. Может, вам когда-то это и пригодится. Ну, так вот.